МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Тщательный отбор в элитные войска. 55 призывников торжественно проводили в армию. Служить они будут в подразделении сил воздушной обороны. Карагандинская область заняла первое место в республике по размеру индекса физического объема промышленного производства. Первый заместитель Акима области Асселбек Дюсюбаев провел областное селекторное совещание. Цветами, воздушными шарами и бурными овациями встречали своих звезд в гимназии номер 92. Команда школьников вернулась с медалью из Турции, где принимала участие в Международной предметной олимпиаде. Обо всем более подробно. В 2016 году в области будут созданы 15 сельскохозяйственных кооперативов. Они объединят 16 молокоприемных, 3 убойных пунктов и 232 семейные откормочные площадки. Также планируется приобрести 9 молоковозов и другую технику. Об этих и других планах рассказал руководитель управления сельского хозяйства Юржан Бекожин на совещании в областном Акимате. Создание семейных откормочных площадок может помочь области увеличить производство мяса и молочной продукции. Однако желающих построить сельхозкооперативы пока немного, признается Бекожин. На сегодняшний день в центре занятости подано только два заявления по Актугайскому и Каркаролинскому районам. В рамках реализации этих мер подтверждены новые кредитные продукты «Казагра» со ставкой вознаграждения 6% годовых. Это НТМАК – развитие сельхозкооперативов, ИГЛИК – разведение сельхозживотных, БРЛИК – создание молокоприемных пунктов и Береке – семейные откормоплощадки. В результате реализации программы за три года будет обеспечено вовлечение не менее 14 тысяч личных подсобных хозяйств, которые будут на постоянной основе получать доход от сдачи молока. Шесть сельских округов области вошли в концепцию развития, которую разработало Министерство сельского хозяйства. Согласно данной концепции, каждое село сможет оформить кредит на 100 миллионов тенге. На эти деньги необходимо организовать один кооператив, убойный пункт или малокоприемный пункт, а также приобрести скот, оборудование и технику. Оказывать потенциальным заемщикам содействие в сборе необходимого пакета документов для участия в программе получения кредитов и по другим вопросам. Управлению сельского хозяйства и Акимом районов принять меры по внедрению кооперации на селе, направленной на обеспечение приема и переработку сельскохозяйственной продукции. Молокоприемочные пункты будут организованы в 12 сельских населенных пунктов. На 16-18 годы намечено создание 2830 семейных откормочных площадок. В 2016 году необходимо создать 282, поручил Аким области. Андрей Тен, Аим Амрина, Олжас Габасов, 1-й, Карагандинский. Полсотни молодых карагандинцев в торжественной обстановке отправились служить в армию. У мемориала памяти «Вечный огонь» состоялись проводы призывников. Юноши отправились служить в элитные подразделения сил воздушной обороны, войсковую часть в городе Серебрянск, Восточно-Казахстанской области. Они еще не привыкли к военной форме, не привыкли к всеобщему вниманию, которым их окружили родители, друзья и все, кто пришел проводить этих парней в армию. 55 юношей со всей области прошли строгий отбор в подразделения сил воздушной обороны. Призывники отобраны из 17 городов и районов области. Каждый из них обладает образованием не ниже среднего специального, водительским удостоверением, а также не имеет ограничений по состоянию здоровья. Среди них Ильяс Жаукенов, призывник из Жанна-Аркинского района. Мин-осмотр, психотест, все нормально проходили, все ребята проходили, хорошо было. Нас кормили, обед, ужин, все замечательно. Да, я сразу хотел отслужить и дальше контрактным работать здесь или в другом городе. А как родители отнеслись к родителям? Родители хорошо отнеслись, сказали, давай, хочешь в армию? Да, я хочу в армию служить. В мероприятии приняли участие руководство управления по вопросу молодежной политики Карагандинской области, военных командований Астана и Орталык, ветераны Великой Отечественной войны, воины-афганцы, молодежь области. Сегодня в нашей жизни наступил знаменательный день, в коммунь празднования 25-летия независимости нашей страны отправляетесь на службу вооруженные силы Республики Казахстан. Вместе с вашими старшими товарищами вам предстоит решать ответственную задачу, поставленную президентом страны, верховным главокомандующим Узстаном Абиш Назарбаевым по защите граждан Казахстана и их мирного труда. Слова напутствия и назидания высказали ветераны, воины-афганцы и офицеры. Я уверен в том, что вы, наследники Батыров и героев Советского Союза Нуркина Абдирова, Леонида Беды, Братпека Мартаева, вы с честью будете выполнять свой воинский долг. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучного выполнения своего воинского долга и возвращения своим очагам. Завершились проводы торжественным маршем. По сведениям областного департамента по делам обороны, за период осенней призывной кампании планируется призвать около 1200 человек. Новобранцы будут проходить срочную службу в войсковых частях Министерства обороны, службы государственной охраны, Национальной гвардии МВД и пограничной службы КНБ. Андрей Тену, Ужас Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. По итогам девяти месяцев индекс физического объема промышленного производства составил более 105%. Это первое место в республике. Первый заместитель Акима Карагандинской области Ассалбек Дюсибаев провел областное селекторное совещание о планируемых показателях экономического роста в 2017 году. О планируемых показателях экономического роста в следующем году шла речь на селекторном совещании, которое провел первый заместитель Акима области Ассалбек Дюсибаев. На совещании присутствовали руководители областных управлений, департамента статистики, а также акиматы городов и районов в режиме видеоселектора. С докладом выступили руководитель управления экономики и финансов Чернявская и Акимы четырех наиболее крупных регионов области. Это города Карагандажа, Сказган и Тимиртау, а также Бухаржирауский район. По итогам текущего года динамика развития отраслей экономики позволяет сказать, что рост валового регионального продукта ожидается на ранее одобренном уровне – 1,3%. Как отметил Ассалбек Дюсибаев, уже по итогам 9 месяцев индекс физического объема промышленного производства составил 105,2% – 1,3 триллиона тенге. Это первое место в республике, объем валовой продукции сельского хозяйства – 104,8%. Введено 271,7 тысяч квадратных метров жилья. Инвестиции в основной капитал составили 214,7 миллиардов тенге. По итогам 2016 года планируется обеспечить рост у нас на 1,3%, в промышленности – 1,5%, в сельском хозяйстве – на 1,6%, в строительстве – на 1,9% и в транспорте – на 4%. То есть, те основные, получается, в прошлом году, ровно год назад вы сдавали нам подписанные, получается, планы мероприятий. В разрезе предприятий, как вы будете идти, в разрезе строительства. Поэтому, Ольга Медведевна, еще раз, по итогам, получается, у нас ноября месяца уже, да, надо будет подготовить, посмотреть по итогам 11 месяцев. Еще последний месяц останется, как кто сработал. То есть, ответили ли Акимы за те показатели, которые они нам в прошлом году сдавали. На 2017 год спрогнозирован объем валового регионального продукта с ростом на 1,8%, 3,5 триллиона в тенге. Рост объемов ожидается в промышленности, строительстве, инвестициях и сельском хозяйстве. По итогам совещания, Слабек Дусибаев дал поручение в течение двух недель утвердить планы мероприятий по обеспечению экономического роста на 2017 год в разрезе предприятий регионов. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинском филиале Национального центра повышения квалификации УРЛЕО открыли кабинет под названием Менгалекель. Там будут храниться исторические документы и работы великих педагогов. Первыми на торжественном открытии побывали молодые специалисты. Новый кабинет больше напоминает музей исторических документов. В нем много портретов, документов и книг. Миссию торжественного разрезания красной ленточки выполнили нынешний и бывший руководитель Института повышения квалификаций УРЛЕО. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодняшнее мероприятие для меня, для нас очень значительно знаменательным является. Почему? Потому что здесь, через этот кабинет, мы можем воспитывать наше поколение, новое поколение, тем традициям, тем обычаям, которые мы создавали в это время. В кабинете Мангалек-Ель также собраны достижения Института. В будущем здесь будут проводить дискуссии на разные темы. Кроме того, сотрудники центра планируют установить в нем специальный терминал, в котором будут храниться архивные записи и документы. Айом Амрина Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. С 10 ноября в Карагандинской области стартует месячник по профилактике и борьбе со СПИДом. В рамках месячника во всех учебных заведениях региона пройдут акции, флешмобы, конкурсы рисунков и множество других мероприятий. Сегодня представители школ, колледжей, вузов, неправительственных организаций и общественных объединений встретились со специалистами областного СПИД-центра. Они обсудили предстоящую совместную работу. Первое рабочее заседание перед месячником состоялось в областном центре профилактики и борьбы со СПИД. Участников приветствовала заместитель руководителя центра Нагима Туликбаева. По ее данным, за 9 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано с 308 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Процентов 70-80 – это половой путь передачи. По словам специалистов, главный ВИЧ-общество – это безразличие и страх. Зачастую люди боятся общаться с ВИЧ-положительными пациентами. Нередко их права ущемляют и на работе. Эти проявления всплывают из-за ошибок в профилактике. Основная аудитория у нас является учащейся школы. Но самим учащимся в основном им нравится, когда вступление агитбригады по профилактике ВИЧ-инфекции или СПИДа. В основном они проводят флешмобы, акции и волонтерские агитбригады выступления. Специалисты СПИД-центра предлагают педагогам провести акции по разъяснению проблемы распространения ВИЧ. По словам представителя комитета по делам молодежи КОРГУ, зачастую в таких мероприятиях участвуют одни и те же активисты. Их количество нужно увеличивать. Есть такая проблема того, что студенты, как вы говорите, активисты, из них два или три более человек, они каждый год или каждый месяц, получается, у нас принимают участие в разных акциях, конкурсах, флешмобах, которые мы организуем. Но мы стараемся их привлекать. Так как у нас каждый год вот ко дню борьбы со СПИДом мы проводим всегда флешмобы, акции, конкурсы. Участники заседания пообещали провести месячник плодотворно. Они разработали план работы до 10 декабря. А 25 ноября состоится награждение лучших школьных рисунков и журналистов. Айям Амрина Жаксылак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Более 50 молодых сотрудников Управления специализированной службы охраны собрались в Тимиртау. В историко-культурном центре первого президента состоялся слет наставников. Институту наставничества в казахстанской полиции уделяется большое внимание. В историко-культурном центре первого президента собрались лучшие молодые сотрудники Управления специализированной службы охраны и их наставники, которые достигли высоких показателей в оперативно-служебной деятельности. Исторически сложилось, что наставничество является наиболее востребованным, а также имеющим результаты общественным формированием. Мы надеемся, что молодое пополнение, которое пришло на службу в органы внутренних дел, достойно продолжит традиции и радные подвиги своих предшественников. Мероприятие направлено на совершенствование идеологической и воспитательной работы с личным составом формирования у сотрудников полиции нового казахстанского патриотизма. Такова главная задача организаторов слета. Место проведения выбрано не случайно, а именно в Тимиртау, на трудовой родине президента, три года подряд свой слет наставников проводят оперативные сотрудники Министерства внутренних дел, следователи, криминалисты и другие борцы с преступностью. Главная цель слета – совершенствование работы наставников с молодыми сотрудниками, поиск новых форм и методов работы. В своих словах лидер нации сказал, что наша молодежь должна жить и вести себя так, чтобы беречь, как зеницу ока, наши обычаи и традиции, восхищаться и вдохновлять своим талантом всех окружающих, свободно ориентироваться в звездном небе передовой мысли человечества, на что мы сейчас опираемся и воспитываем своих молодых сотрудников. Выступили на слете сами молодые сотрудники, которые рассказали о том, что работа в полиции – это их призвание и гордость. В свою очередь наставники поделились опытом воспитания молодых специалистов. Для участников республиканского слета организаторы подготовили массу сюрпризов – экскурсии по историко-культурному центру первого президента, экскурсии по городу Тимиртау и металлургическому комбинату, а также экскурсии по Караганде. Андрей Тенес, Ламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И последнее на сегодня. Карагандинские школьники вернулись с победой с международной олимпиадой, которая состоялась в Турции. Восемь учеников гимназии номер 92 завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали по биологии, физике и английскому языку. Также в копилке победителей кубок за первое общекомандное место. Гимназия встречала своих звезд бурными аплодисментами, воздушными шарами и цветами. Первой конкурсантов поздравила директор Айман Мусина. Большая благодарность родителям за поддержку, за то, что такие начинания и успехи детей вместе с учителями помогают нам на таком уровне показать. Поэтому совместно ученик, родитель, учитель на сегодняшний день имеем вот такой хороший результат. Айгирим Марат завоевала на Олимпиаде в Анталии первое место по биологии. Ученица 10 класса стала лучшей среди школьников из 18 стран мира. По словам Айгирим, победа ей досталась нелегко. Ей и другим конкурсантам пришлось сдавать тесты, выполнять задания на функциональную грамотность и логическое мышление. Без тщательной подготовки и знаний, которые им дала наставница Кундес Балапанова, ребята бы не справились. Когда мы готовились к Олимпиаде, моя учительница мне сказала, что нефть – это амеба. Когда мертвые амебы. И я себе просто поставила цель в будущем попробовать. Почему нет? Попробовать самим воспроизвести нефть. Потому что наш главный заработок – это нефть. Я в будущем хочу развивать экономику нашей страны, чтобы ни кризиса, ничего не было. Слова благодарности учителям гимназии решили высказать и родители. Они радовались сегодня не меньше, чем дети. Хочу поздравить в первую очередь директора гимназии Мусину Айману Разовну и учителей. Это их победа и труд. Хочу пожелать, чтобы наша гимназия всегда процветала, а ученики еще не раз доказали, что они лучшие. Торжественная встреча завершилась снимками на память. Среди победителей особенно выделялись и самые маленькие конкурсанты. Они с гордостью демонстрировали свои медали. Гимназия номер 92 участвует в Международной Олимпиаде уже третий год подряд. Учителя и школьники заверяют – впереди у них еще много планов. Айя Мамрина Жаксалак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансово Волстарь. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...